Реактивный костюм Gravity Industries испытали на учениях. SpaceX начала тестировать 140-метровую башню, которую задействуют для пуска и посадки Super Heavy. Гибкий OLED-дисплей впервые полностью распечатали на 3D-принтере. Лазарини показала концепт футуристической летающей яхты. Об этом и многом другом подробнее далее. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Я желаю вам приятного просмотра. Полетели! Как оказалось, реактивный костюм компании Gravity Industries можно использовать не только в военных целях, но также при проведении спасательных операций в горах. Jet Suite Gravity Industries приводится в действие пятью газотурбинными двигателями. Общей мощностью 1050 лошадиных сил и тягой 144 килограмма. С его помощью можно преодолевать расстояние до 5 километров со скоростью до 80 километров в час на высоте около 3700 метров, после чего приземляться на любой удобной площадке. Компактность и высокая маневренность даже при незначительном полетном ресурсе позволяют спасателю в реактивном костюме оказать срочную помощь пострадавшему в горной местности. Роль спасателя досталась самому создателю и основателю Gravity Industries, летчику-испытателю Ричарду Браунингу, который в ходе учений доставил контейнер с плазмой крови, необходимой для спасения условного раненого. Чтобы лишний раз не рисковать, полет проходил над горной дорогой, однако вполне очевидно, что пилот при чрезвычайной ситуации смог бы лететь с грузом медикаментов над любой местностью, включая абсолютно непроходимую. Правда, для этого медикам в дальнейшем придется пройти курс специальной летной подготовки в Gravity Industries. Глава SpaceX Илон Маск на своей странице в сети Twitter опубликовал видео, на котором демонстрируется 140-метровая башня Starbase, которая будет использоваться для пуска системы Starship и последующего улавливания сверхтяжелой ракеты Super Heavy. В первые дни 2022 года SpaceX провела серию испытаний огромной башни, которая располагается на территории космической базы SpaceX вблизи деревни Бока-Чика. Несмотря на то, что башню планируется использовать для улавливания ракеты Super Heavy, которая является первой ступенью системы Starship, основное назначение башни заключается в подъеме и точной установке корабля поверх ускорителя. SpaceX могла бы использовать гигантский башенный кран для выполнения этой задачи, но краны, как правило, очень чувствительны к погодным условиям, и в случае сильных порывов ветра их применение попросту небезопасно. Погода в Южном Техасе, где находится база SpaceX, очень часто, мягко говоря, не соответствует условиям, которые могли бы считаться приемлемыми для использования огромного крана. Испытания башни завершились без каких-либо видимых осложнений. Предполагается, что в дальнейшем инженеры SpaceX увеличат нагрузку, чтобы приблизить тесты к реальным условиям. Также не исключено, что они попробуют проверить систему в действии, используя для этого прототипы Super Heavy B4 и Starship S20. Пермский резидент Сколкова компания Promobot продемонстрировала новую версию человекоподобного робота-компаньона RoboC2, который может выражать различные эмоции, жестикулировать руками по команде извне и по команде инженера, а также общаться с аудиторией. В нем используются новые сервоприводы. Робот обладает широким диапазоном регулирования микромимики. Благодаря технологии Promobot он может воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека. Реалистично имитируя человеческие эмоции. По словам директора по развитию промобота Олега Кивокурцева, новинка поступила в продажу по цене от 2 миллионов 800 тысяч рублей. Вскоре такие роботы отправят в торговые центры, многофункциональные центры и музеи. Исследователи из университета Миннесоты использовали специально разработанный 3D-принтер для печати гибкого дисплея на органических светодиодах. Им удалось сделать работающее устройство на 64 пикселя размером 1,5х1,5 дюйма. В будущем это может помочь простому созданию недорогих OLED-дисплеев даже в домашних условиях. В настоящее время технология производства основана на преобразовании электричества в свет с использованием слоя органического материала. OLED-дисплеи легкие, энергоэффективные, тонкие, гибкие, имеют широкий угол обзора и высокую контрастность, но производятся на крупных, дорогих, сверхчистых предприятиях под надзором технических специалистов. Мы хотели посмотреть, сможем ли сжать все это и напечатать OLED-дисплей на настольном 3D-принтере, который изготовлен по индивидуальному заказу и стоит примерно столько же, сколько Tesla Model S, пояснил Майкл Макклпай, профессор кафедры машиностроения и старший автор исследования. Для этого ученые объединили два разных режима печати для нанесения шести слоев. Электроды, межсоединения, изоляция и герметизация были напечатаны методом экструзии. Активные слои методом распыления. Все это на одном 3D-принтере и при комнатной температуре. Daymok показала первый тест-драйв своего электромобиля Spiritus, способного майнить криптовалюту. Компания поставила перед собой цель создать электромобиль, который может майнить криптовалюты в периоды простоя. Ведь современные самоуправляемые электромобили оснащены мощными вычислительными системами, которые необходимы для постоянного мониторинга и анализа дорожной обстановки. Но когда автомобиль стоит или заряжает аккумулятор, все эти вычислительные мощности простаивают и не приносят никакой пользы. В Daymok при разработке электромобиля Spiritus решили устранить эту оплошность. Так что Spiritus теоретически в буквальном смысле сможет себя окупить. В опубликованном видеоматериале вы можете наблюдать обычное движение трехколесного автомобиля, проезд парковки, повороты и тому подобное. По факту видео показывает, что электромобиль реален, он способен ездить и приводиться в движение собственной силовой установкой. Иными словами, ролик показывает, что Spiritus это реальный автомобиль, а не лишь концепция на бумаге. Что касается заявленной способности электромобиля майнить криптовалюты, то в видео об этом ничего не сказано, хешрейт не демонстрируется. Компания поставила перед собой цель производить до 50 тысяч электрических трехколесных Spiritus в год. Летающее водное судно AirYacht по задумке Лазарини Design Studio построено из иглеродного волокна и состоит из двух 150-метровых дирижаблей, которые соединены четырьмя мостами с центральным 80-метровым корпусом. Благодаря восьми вращающимся в противоположных направлениях электрическим ротором, работающим от солнечных панелей и заполненным сжатым гелием-баллоном, оно может плавать, летать и зависать над поверхностью. Во время полета гелий высвобождается и обеспечивает непрерывное 48-часовое путешествие со скоростью 60 узлов. Это 111 километров в час. Ходить по воде AirYacht может на скорости 5 узлов. Это чуть более 9 километров в час. Воднолетательный аппарат оборудован всеми удобствами, присущими роскошной яхте. В центральном корпусе находится большая обеденная зона и жилое пространство. На вершине главной палубы есть вертолетная площадка. Летающая яхта способна уместить 22 человека. Для этого имеется 11 кают, по 5 на дирижаблях, они с ванными комнатами и еще одна в центральной части с обзором на 360 градусов. Открывающийся с борта вид гости могут наблюдать через огромные иллюминаторы, которые есть по бокам дирижаблей. Один из пионеров электрических аэротакси, американская компания Joby Aviation, намерена ускорить сертификацию машин собственной разработки. Для этого, в частности, необходимо налетать определенное количество часов на прототипах. Чтобы дело пошло живее, Joby изготовила второй подсерийный прототип аэротакси и надеется начать полеты на нем уже в конце января. На сегодняшний день первый образец совершил свыше тысячи полетов. На общую дальность свыше 8500 километров. Кроме того, аппарат установил рекорд среди аналогичных решений и витол-аппаратов, пролетев на одном заряде батарей, но без пассажиров на борту, свыше 240 километров. Второй экземпляр аэротакси будет направлен для летных испытаний в одной из подразделений ВВС США. Американские военные в рамках программы Agility Prime изучают электрические воздушные средства новой мобильности с целью не отстать от китайцев, которые с завидным упорством идут все дальше и дальше по этому пути. На этом у меня все новости, друзья. Благодарю, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему жирный лайк, подпишитесь на канал и не забывайте жать колокольчик. Огромная просьба оставлять свои комментарии внизу под видео. А также не забывайте подписываться на все наши полезные ресурсы. Ссылки вы найдете в описании. Ну а с вами был как всегда Андрей, желаю вам отличного настроения, не переключайтесь, увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok